Уважаемые коллеги, пересекаясь с сообщением Игоря Алексеевича, где-то повторяюсь, но пытаясь сузить тему доклада до распространенных форм, в основном, конечно, местно распространенных, так как будет речь идти о хирургическом лечении в основном, поэтому стоит в первую очередь, на мой взгляд, упомянуть о той теории, которая была выдвинута меньше, чем полвека назад, немногим меньше, так называемая теория единого опухолевого поля, которую радостно подхватили онкологи, в том числе и онкоурологи, и объяснив этим сходство между такими заболеваниями, как рак мочевого пузыря и рак верхних мочевых путей. Долгое время эти заболевания считались, если не идентичными, то очень близкими по диагностике, по прогнозу, по лечению, но на сегодня появляется все больше данных, которые показывают то, что значительное количество различий существует между верхними и нижними мочевыми путями. На этом слайде хотелось бы обратить внимание на количество рандомизированных исследований, которые посвящены изучению этой одной и другой проблемы. При этом эта таблица показывает, что рак верхних мочевых путей и рак мочевого пузыря во многом различные заболевания, в том числе по биологическим, анатомическим и молекулярным различиям, которые определяют различные прогнозы, тактику. Прежде всего, хотелось бы обратить здесь внимание на то, что уже упоминалось. В патогенезе верхних мочевых путей участвует так называемая аристохолова кислота, балканская лихорадка, балканская нефропатия, извиняюсь, и о прогнозе при стадии заболевания. Конечно, это имеет первоочередную роль, особенно если говорить о распространенном раке верхних мочевых путей. Местный распространенный процесс среди всех опухолей верхних мочевых путей в стадии Т3-Т4 достигает 50%. И это только Европа и Америка. Совершенно понятно, что в нашей стране, в том числе и Петербурге, этот процент будет выше намного. В частности, по данным французской национальной базы данных по верхних мочевых путях, 609 пациентов, которые включены с местным распространенным процессом с 1995 за 15 лет по 2010 год, местный распространенный процесс стадии Т3 и более отмечался при опухолях лоханки в 58%, при опухолях мочеточника в 38%, а также позитивные лимфатические узлы в 10%, соответственно, и в 6%. Казалось бы, ничего сложного в диагностике местного распространенного процесса в исследовании опухолей верхних мочевых путей не должно быть. Обязательными исследованиями являются цитология мочи, тестоскопия, компьютерная томография с контрастированием и также в программе мероприятий по обследованию существует диагностическая уротероскопия с биопсией и ретроградная уротерапиелография. Но вот сложно, наверное, представить, но иногда такие крупные буквы можно не разглядеть и существуют сложности с диагностикой, которые можно исправить следующими способами. Например, при компьютерной томографии, достигающей чувствительности до 100% и специфичности более 90%, если необходимо определение группы прогноза, была предложена совершенно недавно такая тактика диагностики, как перкутанная биопсия, диагностическая ценность, которая достигает 85%. А какую, казалось бы, роль это может иметь? В последнее время увеличено число публикаций, посвященных неодьюантной химиотерапии, и сторонников этой тактики становится все больше, и при этом данная манипуляция может быть довольно полезной. Ну, все-таки, без компьютерной томографии на сегодняшний день в диагностике верник, почему в пути никуда, это снимки, показывающие распространенность опухоли лоханки, опухоли мочеточника за пределы органа. Крайний левый снимок – это наш опыт, остальные два – это европейские. Коллеги прислали по нашей просьбе, в частности, доктор Шарух Шариак, который на сегодняшний день обладает наибольшим опытом, наибольшим количеством публикаций, это точно, наверное, во всем мире. И на мою просьбу прислать какие-нибудь интересные снимки, он прислал около полусотни кадров с комментарием, посмотри, мол, и такое бывает. Я, честно говоря, ничего из этого так сильно не впечатлило. Наугад, выбрав два снимка для ставки в эту презентацию, я ответил ему с комментарием, что у нас такие больные почти все. Нет, я мягко ответил. Прогностические факторы для местно распространенного процесса перечислены на этом слайде. Но, по сути, единственный достоверный всеми признанный прогностический фактор – это стадия заболевания, степень дифференцировки. Дальше по убыванию уровня доказательности, которые упоминаются, принимаются в учет в диагностике, определении прогноза пациента и определении тактики лечения. Но уровень доказательности, повторюсь, у них не самый высокий. Рак верхних мочевых путей относится к группе очень высокого риска в случае распространенности процесса. Больше того, опять же, в большом исследовании, проведенном в Европе, в нескольких центрах, показано, что уже при первичном осмотре отделенные метастазы имеются у каждого пятого пациента. У каждого третьего пациента имеется инвазия или местная распространенность, и столько же больных имеют уже на момент первичного осмотра поражения лимфатических узлов. Исследование американской группы, наверное, обладающей на сегодня наибольшим опытом в лечении верхних мочевых путей, неоднократно в этой презентации будут ссылки на этих авторов, Маргулис, данное исследование показало, что стадия степень дифференцировки наиболее значимы прогностические факторы. При стадии Т4 выживаемость пациентов крайне низка, и при высокой степени дифференцировки отмечается более благоприятный прогноз в плане безрецидивной опухоли-специфической выживаемости. Частота местно распространенного процесса, да, вот это я уже упоминал, о том, что опухоли лоханки чаще имеют местно распространенный процесс источащих поражений лимфатических узлов. Таким образом, местно распространенный процесс верхних мочевых путей является прогностически неблагоприятным признаком. Но что же является неблагоприятным признаком для самого местного распространенного процесса? Тут мнения расходятся. В частности, например, роль локализации. Является ли локализация в лоханке или в мочеточнике, или множественная локализация неблагоприятным признаком для последующей диагностики местной распространенности опухоли? Несколько крупных исследований прямо кардинально отвечают на этот вопрос. Здесь приведены два, которые говорят о том, что выживаемость при раке лоханки как канцероспецифическая, так и безрецидивная, так и общая выживаемость хуже при мультифокальных опухолях, это естественно, и при опухолях мочеточника. Следующее исследование не выявили статистических различий между локализацией процесса в лоханке и в мочеточнике. Я извиняюсь за размытый слайд, но вот на данном слайде указаны влияние возраста на распространенность и выживаемость. Выводом данной работы было то, что возраст не должен являться противопоказанием для хирургического лечения, и принимать решение нужно исходя из сопутствующей патологии, из риска заполевания, потому что пожилые люди умирают от этого заболевания так же часто, как и более молодые. Курение также оказывает влияние на процесс, на его прогрессирование, и курильщики, которые на момент диагностики заболевания еще продолжают курить, они имеют намного хуже прогноз как в плане распространенности процесса, так и в плане поражения лимфатических узлов и канцероспецифической смертности. Вот Игорь Алексеевич уже докладывал роль карциномы инситу, и было сказано, что карцинома инситу в целом ассоциирована с прогнозом при опухолях верхних пищевых путей, однако при местной распространенном процессе эта прогностическая ценность теряется, и различий в случае, когда выявляется карцинома инситу, и когда она не выявляется, не показана. Еще один момент, который нужно учитывать при проведении лечения, при дальнейшем прогнозировании, может быть, даже при проведении какого-то адъювантного лечения, это архитектоника опухоли. В целом опухоль на широком основании определяется у 20% больных с поражением верхних мочевых путей, но при местной распространенном процессе это процент почти до 90% растает. Поэтому если мы, уже выполнив операцию, рассекли препарат и видим опухоль на широком основании, то мы с большой долей вероятности можем, даже не дожидаясь патоморфологического заключения, может быть, без каких-то клинических и лечебных выводов сделать вывод о прогнозе пациента в каждом конкретном случае. Что касается лечения, то здесь хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, то, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо имеющие высокий уровень доказательности исследования, посвященные как-то неодъювантной химиотерапии, адъювантной химиотерапии, либо какому-то подходу к хирургической тактике. Вот переоперационная химиотерапия, современные тенденции были отражены в недавней статье 2012 года, в которой проанализированы результаты лечения полутора тысяч пациентов за 30 лет с инвазией и местной распространенностью. Так вот, неодъювантная химиотерапия применялась всего чуть больше, чем у 3% пациентов. Чуть больше, чем 11% применялась адъювантная химиотерапия. И тенденция отмечалась только на взлете, скажем так, интереса к данному методу между первой и второй декадой 80-90-х годов. Но это не привело к изменению частоты местной распространенности и не изменило онкологические исходы. Глядя на этот слайд, можно эти данные сравнить с тем, как пытаются лилипуты, не хочу сравнивать их с урологами, но пытаются поразить стрелами великана опухоль верхних мочевых путей. Из-за инвазии адъювантную химиотерапию, опять же упоминая о нескором уровне доказательности, может говорить предоперационная сохраненная функция почек, о том, что терапия лучше переносится пациентами и против того, что неизвестна окончательная стадия, имеются расхождения между клиническим диагнозом и патоморфологическим, и необходимо учитывать наличие и отсутствие гидронефроза. И также, повторюсь еще раз, имеются только ретроспективные данные. Роль хирургического лечения. У больных с инвазией и местно распространенным процессом задержка операции ассоциирована с худшей безрецидивной раково-специфической выживаемостью. Сроки называются разные. Три месяца, как отмечается в Европейской Азации урологов гайдлайне. В данном исследовании среднее время до нефротеректомии, которое ушло на диагностические мероприятия, в основном на компьютерную томографию, на уротерапию, логографию с биопсией. Ожидание гистологического исследования составило 45 дней. Хирургические лечения. В принципе, про это все известно. Я не хотел бы подробно останавливаться на технике нефротеректомии. Всем она присутствующим прекрасно понятна. Но вот тенденции за последние годы возрастает роль роботической нефротеректомии. Только за последние два года появилось 25 публикаций, посвященных этому методу. Что касается проблемных вопросов хирургического лечения, то вот поднятый уже вопрос о роли обработки устья мочеточника был отражен в недавнем опубликованном в этом году исследовании, где пациенты, которым выполнялась нефротеректомия, разделялись на две группы с и без иссечения устья. Были сделаны очень интересные, на мой взгляд, выводы в том, что удаление устья мочеточника не влияет на частоту внутрибузырных рецидивов. Все время, не знаю, мне, по крайней мере, так говорили, что если не сделать это, то вырастет опухоль в мочевом пузыре. Но на самом деле это не так, и эта процедура улучшает раковоспецифическую выживаемость, прежде всего, за счет уменьшения частоты рецидивов локальных за пределами мочевого пузыря. Еще одно исследование, посвященное технике обработки устья мочеточника, как его лучше удалять. Три группы, эндоскопическая, экстравизикальная и трансвизикальная, касательно предыдущего спора, не выявили абсолютно никаких различий в частоте рецидивов. При этом полноценное удаление мочеточника с устьем оказалось, ну, тоже это, в общем-то, не новость, важным прогностическим фактором. Лимфодиссекция. Еще один момент, который обсуждается в литературе реактивно, какие надо ли удалять лимфатические узлы, вообще, в принципе, до какого уровня их нужно удалять. И пять лет назад уже упомянутый японский автор Кондо предложил следующие границы, которые на сегодня признаны, используются довольно активно в хирургической практике, показывая, что при удалении опухоли лоханки слева и справа выбираются следующие границы, естественно, это лимфоузлы из синуса и параортальные справа, слева, извиняюсь, и параортальные это трековальные слева. При опухолях мочеточника этот уровень должен расширяться до бифуркации аорты и удаление лимфатических узлов аналогично, наверное, выполнению лимфодиссекции при цистектомии должен использоваться при удалении опухоли нижней трети мочеточника. Насколько же влияют региональные метастазы при выполнении нефроортеректомии по поводу местно распространенного процесса? Это тот случай, который опять привлек в себе внимание свое внимание к неодъювантной химиотерапии. Были оценены три группы пациентов, группа с синей линией показана, где производилась удаление, производилась лимфодиссекция, группа, где производилась неодъювантная химиотерапия и группа, где не производилась лимфодиссекция. Безрецидивная выживаемость и раковоспецифическая выживаемость оказалась достоверно выше в группе, где проводилась неодъювантная химиотерапия, и также разница отмечена между группой, где производилась и не производилась лимфодиссекция. Это, к слову, о роли лимфоденектомии в течение опухолевого процесса. Еще один вопрос, который лично мое мнение привлек, как, наверное, больше всего, в докладах на последних конгрессах об опухолевых верхних мочевых путей, то, что может в какой-то степени ответить на вопрос Бориса Кирилловича, нужно ли удалять трансуретрально устье мочеточника или это можно сделать каким-то доступом с ушиванием стенки мочевого пузыря, это введение внутрипузырной химиопрепаратами, это медицинце. Внутрипузырная терапия по ряду уже нескольких исследований улучшает выживаемость, не только частоту внутрипузырных рецидивов уменьшает, но и улучшает выживаемость. Поэтому мы стараемся в нашем институте, в лечебном учреждении удалять, естественно, почку, мочеточник с резекцией устья мочеточника и ушиванием стенки мочевого пузыря для того, чтобы в перспективе держать голове необходимость внутрипузырной химиотерапии. Достоверная разница получена между группами пациентов, когда вводился метамедицин в мочевой пузырь послеоперационного однократно или не вводился. И вот такая же в этой работе, в работе ИТО приведена схема, где именно появляется рецидив в мочевом пузыре. Большинство случаев рецидивов обнаруживаются в области резекции устья мочеточника, то есть, по сути, это хирургический дефект, неполноценное, некачественное удаление устья мочеточника. При местно распространенном процессе статистика на сегодняшний день плачевная. Системное прогрессирование после хирургического лечения отмечается в среднем 50%, до 60%. При этом в течение пяти лет после качественной, радикальной выполненной операции умирают треть пациентов. И 5% раковоспецифическая выживаемость составляет где-то 40%. Еще хуже дело обстоит у пациентов со стадии Т4. Средняя выжимаемость для них составляет 6 месяцев. Вот также еще одна работа, о которой я уже упоминал. У этих авторов самые большие опыты. У них показаны цифры, которые характеризуют выживаемость при местно распространенном процессе, которая составляет соответственно следующие цифры. И при поражении лимфатических узлов 35% в отличие от 70% без поражения лимфатических узлов и при стадии Т4, 12% всего лишь процентов 5-летняя выживаемость. То есть серьезный труд, проанализировавший влияние местного распространения на процесс, который, в общем-то, и определил тенденцию к возвращению к адъюантной химиотерапии, которая, как мы помним, тоже нечасто используется, чуть больше 10%. Есть сторонники, есть противники адъюантной химиотерапии. Сторонники говорят о большей определенности в показаниях. Это тоже сомнительный вопрос. Тут многое зависит от ряда факторов, например, качества выполнения лимфоденектомии и большее количество исследований, хотя и ретроспективных. Против, это то, что у многих пациентов, по данным литературы, у третьих пациентов значительно снижается функция почек, которые не могут перенести платин, содержащую химиотерапию. Ну и также после перенесенного значительного вмешательства, которым является нефро-ротерактомия, пациенты хуже переносят адъюантную химиотерапию. Таким образом, нет явного мнения за, против адъюантной, неадъюантной химиотерапии или только хирургическое лечение. Поэтому тут ситуация похожа на то, что сказал Джонатан Свифт в своем знаменитом произведении о том, что с какого конца удобнее яйцо разбивать, с такого это и стоит делать. Но тенденция к разработке прогностических моделей не обошла стороной и опухоли верхних мочевых путей. Несколько интересных работ перечислены на этом слайде, но хочется обратить внимание на первую из них. Извиняюсь. Это по результатам которой была сделана модель прогнозирования местно распространенного процесса 659 пациентов. И выяснено, что с точностью до 76,6% можно прогнозировать местно распространенный процесс по локализации степень дифференцировки архитектоники опухоли. Только по этим трем признакам. Наибольшей чувствительностью из всех перечисленных прогностических моделей, наибольшей диагностической ценностью, точностью обладает работа по послеоперационным данным, где можно спрогнозировать 2-5-летнюю раково-специфическую выживаемость. Очень большое количество пациентов, больше 2 тысяч, здесь играют роль, повторюсь, послеоперационные данные, возраст, степень дифференцировки по степени поражения лимфоузлов, стадия местно распространенного процесса лимфовоскулярной инвазии, наличие карцинома институ и архитектоника. И самой большой по численности является работа Джелдерса, почти 6 тысяч пациентов, где всего 4 признака. Это возраст, стадия Т, Н и степень дифференцировки 75% вероятностью позволят определить 5-летнюю раково-специфическую выживаемость. Но вот возвращаясь к первой работе, вот та намограмма, которая по нескольким критериям позволяет нам предположить местную распространенность процесса. Это, наверное, важно именно для выбора неодъематной химиотерапии или непосредственно хирургического лечения. Наблюдение после лечения распространенного процесса включает в себя стандартно по гайдлайну цитология мочи каждые 3 месяца, через 3 месяца тестоскопия и компьютерная томография в указанные сроки. Дальнейшие перспективы многочисленны, и все, каждый из них требует дополнительного проведения проспективных исследований. Наверное, каждое из перечисленных исследований и вообще любые посвященные раку верхних мочевых путей заканчиваются этой фразой, что нужны проспективные исследования для того, чтобы повысить уровень доказательности данного какого-либо положения. Да, необходимо определение каких-то маркеров молекулярно-кинетических для того, чтобы определить, подходит пациент под проведение какого-то из видов химиотерапии или можно ему помочь только выполнением хирургического вмешательства, что нужно определять показания химиотерапии, в том числе и кнутрипузырной. И развитие минимальных технологий, от этого никуда не деться, лапароскопическая и роботическая хирургия тоже нуждаются в их подтверждении. Спасибо. 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 Спасибо.